5 мая. Посмеяние и позор. Сделал ты нас поношением у соседей наших, посмеянием и позором пред окружающими нас. Псалом 43, 14 стих. Моя коллега Тамара умный и креативный человек. Ее любят и уважают и сотрудники, и ученики. На ее уроках всегда интересно. Она использует иллюстрации, различные предметы, дает практические задания. Вместе с учащимися реализует проекты помощи нуждающимся. Организует мероприятия для укрепления дружеских отношений и делает многое другое. Как-то она рассказала мне о своем детстве, и я был удивлен контрастом между прошлым и настоящим. Она выросла в США, в семье, которая принадлежала к этническому меньшинству, и была очень бедной. Нередко Тамару оскорбляли соседи и одноклассники. Семья Тамара исповедовала не ту религию, что окружающие, и из-за этого страдало еще больше. Над их верованиями и религиозными практиками насмехались и взрослые, и дети. Ее отцу даже угрожали смертью за то, что он давал библейские уроки соседу. Сколько огорчения принесло Тамаре такое отношение. Ей хотелось отомстить. Но родители учили девочку следовать по стопам учителя. Быть смиренной, прощать и любить оскорбляющих. Именно эти годы, когда Тамара и ее родители стали мишенью незаслуженной критики, оказались решающими для того, чтобы она научилась быть верной своим принципам и настойчивой достижении целей. Тамара получила хорошее образование. Получила докторскую степень в престижном университете штата Вашингтон. Возможно, всего этого не было бы без тех горьких лет. Тамара рассказывала обо всем этом с улыбкой, словно в знак благодарности за трудности и испытания. «Всякому верующему приходится проходить через страдания, и в трудные дни он может недоумевать. Где Бог, когда надо мной насмехаются?» Даже псаломопевец взывает «Пробудись! Как можешь ты спать, Господи!» Псалом 43, 24 стих. Но Бог не отсутствует. Бог не спит. Поэтому псалом заканчивается уверенной мольбой. «Господи, приди нам на помощь! Спаси нас по любви своей неизменной!» Отец Небесный не оставит своих детей в нужде и поношении. Проси сегодня Бога о спасении, и Он даст Его в самый нужный момент, чтобы ты победил и укрепился. Аминь.